МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прошло, с момента последнего сеанса выхода на связь, прошло, я не знаю, часов, наверное, 13. Мы в одном из моих любимейших городов в Стамбуле, можно сказать, культурной столице Турции, городу, которому более 2,5 тысяч лет, город в городе с интересной историей, город двух религий, христианства и ислама. В общем, очень интересный город, и он встретил бы гораздо, погода здесь лучше, чем в Баку. Здесь, да, прохладно, там небольшой плюс, ну, как небольшой плюс-два, наверное, но не так влажно, не так ветряно, снега нет, то есть пока помягче. Это мы еще просто до воды не дошли, да, поскольку заселились в Биоглу. Хозяину пришлось нас ждать лишних, я не знаю, наверное, часа, два-то точно, потому что мы почему-то прилетели попозже в очереди, на паспортный контроль простояли, ну, не часа полтора, да, почти. Да. Общественный транспорт, соответственно, уже не работал, ну, и ходят автобусы раз в полчаса, по-моему, до Токсима. Доехали на автобусе до Токсима, от Токсима на такси до Галовской башни, у нас прям буквально, прям, 30 секунд ходьбы от нее жилье, правда, в подвале, можно сказать, ну, в цокольном этаже. Ну, как бы, вот, да, вот жилье. Как бы, все скромно, но все есть. Вот даже есть реальная машинка. И кофе есть. И кофе есть, да. Так. Вот. Когда же она убежит, это кофе я уже жду. А не надо. Все поели. Ну, как бы, все, в принципе, есть. Ну, собственно, завтракаем и идем смотреть город. Браво! Так, ну что, у нас такой внутренний дворик. В подвале. Идем гулять. Пойдем сразу на истекляли выйдем. Или куда? Пойдем наверх, посмотрим. Давай наверх на истекляли, мы пойдем вечером. А сейчас мы пойдем в центр. Он с Султаном Ахмедом. И да, я про Самбул-то и рассказывать много не буду. Кому надо, смотрите предыдущую версию. И вот, собственно, выходим. И вот сразу до этим домом уже Галатская башня. Собственно, мы уже дошли до Галатского моста. Ну, практически, осталось метром 150. Тюк-телеком, если нужен сим-карта, если вдруг нужна. Ну, там мечеть. Это мечеть Сулеймана. Кто плохо знает историю турецкого народа, но смотрел сериал «Великолепный век», понимает, о чем я. Там, кстати, он их похоронен. Вон и его жена Ферем Султан, которая в Дивиществе была Анастасией Лисовской. А мечеть саму построил Мемар Синан, могила которого находится там же. Ай-София. В свое время самый крупный христианский храм в мире, который в 15 веке стал мечетью. Ну, а самым крупным он был до строительства Собора Святого Петра в Риме. И вон там, видишь, вон башеньки торчат, минареты, 6 штучек. Это уже голубая мечеть. Солнышко даже появилось, очень круто. А, ну, как бы, может, еще знаменитен интересен не тем, что здесь рыбаки, ну, еще тем, что здесь на втором ярусе, чуть ниже, по той стороне, находится сеть, ну, главным образом, рыбных ресторанов. Ну, цена там, конечно, дороговато, дороговато. В общем, мечеть Йене на реставрации. Местный фастфуд, где подают свежевыловленную макрель в булках с лимонным соком, тоже не работает. Вообще, площадь, и она же, причал имени него, одно из моих самых любимых мест. Особенно ради мусора, когда город начинает реставрации, но функционирует. И, как всегда, перед ее входом огромное количество голубей. И мужчины, которые торгуют турецкими флагами. Они, помню, здесь тоже всегда. Я вот здесь кофе покупал домой. Здесь, в очередь, обычно местные покупают. 50 грамм 2 лиры. Надо потом обязательно взять. И здесь попить. Здесь хороший кофе очень. И турки надо домой взять. И мельничку. А, запах. Даши докопаются в Сулейманеи уже. Это хамам. Да. Построенный, кстати, написанным мемором Синаном в 16 веке. Нет, действующий. Да. Тут же хамам, пожалуйста, которым там... Ну, когда турки завоевали Константинополь... Турки завоевали Константинополь в 15 веке. Забыл дату. По-моему, 1423, что ли, год. Когда Константинополь пал. И после этого началось сразу стремительное строительство мечетей, хамамов. И хамамов здесь действительно, которых там по полу тысячи лет очень много. Вот она, самая большая и самая, наверное, красивая, по крайней мере, на мой взгляд, мечеть Стамбула. КОНЕЦ Мавзолей Сулдана Сулеймана, а это Хюрем Султан, Арксалана и их сыновей. В прошлом раз эта мечеть еще запомнилась тем, что здесь практически вообще не было туристов. Да не практически, вообще кроме нас здесь никого не было. Ну и как бы местных верующих тоже было очень мало. Сегодня же народу очень много. Возможно, связано с тем, что сегодня пятница. Но я думаю, что в самой мечети народу тоже будет предостаточно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Я же говорю, там, уголочек должен быть, и вот он. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь похоронен величайший архитектор Османской империи. Годы жизни 1490-1588 войны. В таком явном нетуристическом магазине нам хозяин сейчас обещал принести чайку. То есть это, в принципе, обязывает что-то у него купить. Ну, скажем, правила хорошего тона. Ну, совсем, да, нетуристический магазин. Он, кстати, нам стульчик несет. О! Тащакюрэдарим! 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 Чай, да? Кючик, эйти! Кючик, смол! Кючик! Бүйк! 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 Кючик! Чайник! Эйти лирай! Капи-кафейник! 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 Омные крыс Омные крыс Приlosу Ази-Антель. Гюзели. Дурки. Не опорывай. Айин. Тешкер эдеринь. Бен тешкер эдеринь. Хошкакалин. Гюле гюле. Гюле гюле. Здесь я не помню сколько, но несколько сотен улиц. На территории базара есть мечеть, пара гостиниц. Реально там был самый большой критерий. А, в Джеймсбойне помнишь? Он же какой-нибудь квантовосердный, что там был. Покрыши туда не гоняли. В Стамбуле это покрыши этого рынка. Ли? Покупайн т près! Дошли до самого сердца Стамбула, до самого-самого туристического места этого города. Это район Султан Ахмед, где находится Айя София и голубая мечеть, главный символ, наверное, всего города. Обелиск, тут мы с третьего. Я рад за второго. Из Египта, из Карайского храма, который в Люксоре стоял. В Париже тоже стоит такой. В Париже тоже стоит. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, что я знаю. Это не важно. Но это очень... атмосферично. Да. Куда ты идешь? Я думаю, к Биоглу. Мы сняли квартиру. О, сняли квартиру, да. Да, я знаю. Я знаю, что в Станбул хорошо. Спасибо большое. Друзья, хорошего вечера. Спасибо. А вот, наверное, самое бюджетное и очень неплохое место, чтобы поесть в Стамбуле. Это Балкан Вакантаси. Сеть столовок. Очень демократичные цены. Очень приятное заведение. Короче, берешь, тыкнишь пальцем, что класть. Как ты делаешь? Я, наверное, комплексный обед. Первое, второе. Так, слово здесь можно поесть где-то за 200 рублей. Первое, второе, третье. Я вот что-то уже здесь тоже. Овощи? Да. Ну и что, бери. Еще кюри дали. Понимаешь? С другого кафе приносит. В общем, немножко все подорожало. Вот это вот мое все. Паста, рыба, баклава и яблочный чай. Паста, где-то на 350 рублей. А у Юли, где-то на 300 чуть поменьше. Очень, очень все вкусно. Ну, настолько сладко. Пахлава, вот эта вот. Что это? Кто-нибудь знает, что это? Мы так и не догадались. Манго, да? Манго был. В сахаре. В сахарном сиропе. В Стамбуле нужно быть не кофе по-турецки. Кофе по-турецки здесь мало, а именно яблочный чай. Который даже без сахара очень сладкий. С пахлавой вообще очень сладко. Очень вкусно. В популярности заведения говорит то, о популярности среди местных, что здесь реально как бы нет туристов, а едят местные. То есть рабочие какие-то. Бизнесмен, наверное, будет слишком сказано. Ну, то есть местные едят здесь. То есть это говорит о, скажем, о качестве заведения. Приемлемых ценах и качестве еды. Обстановка, конечно, так себе. И в этой столовке даже есть Wi-Fi. Это непосредственно целая сеть из этих столовых. И в той, в которой находимся мы, это рядом с железнодорожным вокзалом Сыркеджа. Ну, в общем, пароль к Wi-Fi 1453 Балкан. Это как бы не просто набор цифр, это год взятия Константинополя Османской империи. Вот так вот. Очень приятно поели. Ну, летом очень хорошо есть на улице. Вот примерные цены в меню. Спасибо. Спасибо. Рыбаки на Галовском мосту, несмотря на сложные погодные условия, продолжают ловить. Таких, по-моему, количество, ну, как минимум, не уменьшилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дошли домой, квартиру просушились, перекусили и идем дальше. Идем на улицу Истекляль, находящуюся непосредственно рядом с нашим жилищем. Это главная пешеходная улица, тусовочная в Стамбуле. Что-то вроде нашего Арбата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы делаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 50 лера и 1 лера. 50 лера и 1 лера. 1 лера большой. Бег! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устрица, фаршированные, ой, мидии, фаршированные рисом и политый лимонным соком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как-то очень быстро мы прошли весь истекляли и дошли до площади такси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то три года назад были пищей неизвестные события. Тут реально стояли, я не знаю, наверное, с десяток автобусов именно с полицией. Все вооруженные тут. Машины с водометами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если идти от такси в сторону Галаты и пройти где-то 200 метров, будет такой переулочек, называется Бьюк-Пармакапи, по-моему. Вот здесь тоже есть кафешка «Балкан». В принципе, те же самые цены. Да, лира, кстати, где-то 18,5 рублей стоит. А это сеть, если можно сказать, кондитерских КОСКО. Довольно-таки, ну, очень дорогая. Но самая, наверное, знаменитая. Не знаю, как насчет Турции, но в Стамбуле точно. КОСКО. на когда играл и зелье грамм он не рамки тигра шага а вот это окей может быть очень кожи боится 4 5 именно и есть Я держу и езжу, а я руки грею. Я держу и езжу, а я держу и езжу. Я держу и езжу. Я держу и езжу, а я держу и езжу. Я держу и езжу.